добрый день дорогие друзья я рада вас вновь приветствовать на своем канале и сегодня хотелось бы поговорить с вами на такую тему как биби крем и кстати биби крем или сиси крем чему вы отдаете предпочтение как правильно подобрать оттенок биби крема что это такое биби крем как его наносить как его снимать на эти вопросы и на многие другие я сегодня попробую дать вам ответы в этом видео считается что прототипом биби крема был крем который использовался еще в шестидесятых годах в германии одним врачом дерматологом которая создала крем со специальной особой формулой она предлагала этот крем и она предлагала этот крем своим клиенткам после очень агрессивных косметических процедур такие как пилинг химический и этот крем он во первых восстанавливал кожу боролся с воспалениями и в то же время ухаживал за кожей увлажнял ее и маскировал недостатки и только спустя 30 лет в 90-х годах в корее появился на рынке первый биби крем и тогда этот крем произвел неимоверный фурор на всем азиатском рынке все женщины были в восторге называли биби крем чудо кремом на европейском рынке аналог не аналог а европей на европейском рынке биби крем и европейских брендов европейских производителей стали появляться чуть позже где-то в 2010 2011 годах мы стали видеть у себя на прилавках наших магазинов эти крема тоже можно было найти и с тех пор все девушки все женщины которые хоть раз попробовали биби крем и познакомили с этим продуктом не хотят его менять ни на что другое и так в чем же причины такой популярности этого продукта что такое биби крем и как будем им пользоваться как ему под его подбирать аббревиатура биби приходит из английского языка бремишь банк или бьюти банк то есть ухаживающий бальзам бальзам красоты и бальзам который маскирует недостатки кожи и также слышала еще версию что вроде бы baby skin cream это тоже аббревиатура вот три версии не знаю выбирать какая вам больше по душе но смысл в любом случае остается один и тот же смысл название биби что это крем который ухаживает за кожей делает ее увлажненной питает ее и в то же время выравнивает тон и корректирует недостатки кожи условно я бы их разделила классифицировала таким образом это кремы увлажняющие биби кремы и матирующие биби кремы и и также я бы их еще разделяла по производителям европейские биби кремы и корейские биби кремы объясню почему потому что все-таки по составу корейские биби кремы они отличаются от биби кремов европейский потому что как правило в составе корейских биби кремов обязательно добавлены отбеливающие компоненты Потому что для женщин с азиатским типом кожи, для них очень важно, чтобы кожа была белая. Они очень часто используют и отбеливающие кремы, и различные отбеливающие процедуры для своей кожи. Но вот в европейских бибикремах вы этого не встретите. Дальше. Кроме того, что эти бибикремы бывают матирующие и увлажняющие, также среди них вы можете найти еще такую подгамму, как для деления по типам кожи. Это и для сухой кожи, для нормальной кожи, для кожи, склонной к раздражению, возрастной кожи. И также еще есть бибикремы с солнцезащитным фактором. Это если их разделить условно на такую классификацию. Ну и, как вы понимаете, вы можете найти продукт, который называется, например, в Maybelline есть бибикрем 5 в 1, 7 в 1, 8 в 1. Понятное дело, что этот продукт позволяет заменить те 5 или 6 продуктов, которые раньше девушки использовали для создания своего образа для нанесения макияжа. Это и какая-то эмульсия, дневной увлажняющий крем, питательный крем, праймер, основа под макияж, тональное средство, консилеры и так далее. То есть все это сейчас можно заменить одним единственным волшебным тюбиком, на котором написано BB крем. Я давайте, наверное, сейчас буду еще пару слов скажу и буду вам показывать на себе наносить кремы. И потом в ходе нанесения еще мы будем дальше беседовать. Но, что хочется сказать, значит, по поводу основных преимуществ и основных назначений BB крема. BB крем, естественно, в первую очередь он предназначен для того, чтобы выравнивать тон лица, корректировать, скажем, тон лица, да, скрывать мелкие недостатки кожи. С какими-то очень явными недостатками кожи он, конечно, бороться не будет. Для этого придется использовать тонирующее средство. Но вот выровнять тон лица, скрыть мелкие недостатки, увлажнить, пропитать кожу, также заживить какие-то мелкие воспалительные процессы на коже. Все это позволит BB крем. Наносить BB крем можно несколькими способами. Я наношу пальцами, можно наносить спонжем, можно наносить кистью. Здесь уже дело выбора, дело привычки, кому как нравится. Я предпочитаю все-таки, как я вам сказала, пальцами, потому что, когда любое тонирующее средство или BB крем, когда я наношу с помощью своих рук, мне кажется, что температура тела помогает разогреть это средство, довести до нужной температуры. И потом оно уже как-то легче распределяется на лице. Вот, не знаю, у меня такое ощущение. Иногда у меня есть в арсенале в моем кисть для нанесения тонального средства, в том числе для BB крема я ее могу использовать. Но я не всегда это использую часто, потому что, во-первых, расходуется много материала, а во-вторых, получается более плотный слой покрытия. Так бы я разделила еще, конечно же, BB кремы на два ценовых сегмента. Это масс-маркет и премиум сегмент. Сегодня я вам представлю два BB крема. Как раз-таки вот у меня один из масс-маркета, это Горнель. У меня любимая марка из масс-маркета. Это потому что в этой марке можно найти неимоверное количество типов BB кремов, начиная от сухой кожи, нормальной кожи, смешанной кожи, склонной к жирности, возрастной кожи. И также есть кремы с фактором защиты, начиная от 15 до 50. То есть, мне кажется, в Горне очень обширная линейка представленных возможностей. Можно подобрать BB крем для любого типа кожи. И второй крем, который я вам сегодня покажу, это премиум сегмент марка Yves Evloran Top Secret. Тоже он мне очень нравится. И я их использую немножко в разное время года, в зависимости от цвета моей кожи, загоревшей или нет. Потому что они чуть-чуть отличаются по цвету. Вот сейчас я вам покажу, если видно на тюбике. Видите, этот такой гарния цвет более бежевый. И сейчас я попробую выдавить и показать вам тюбик. Вот сейчас фокус наведется. Смотрите, вот Yves Evloran, он такой более светлый. И на самом деле, действительно, он более светлый. И он немножко подстраивается под цвет моей кожи, как и все, в принципе, BB кремы. Особенности BB крема в том, что они умеют подстраиваться под цвет вашей кожи. Это отличительная особенность от тональных средств. Тональные средства никогда не подстроятся под ваш тип кожи. BB крема подстраивается. Но, тем не менее, вот разница есть. Хотя и тот, и тот оттенок одинаковый светлый. Но... Посмотрю, сколько времени. Но все равно пользуюсь и тем и другим. Сейчас пока буду наносить... Я сегодня специально, вы видите, без мейкапа. Сейчас буду наносить... На одну часть лица буду наносить BB крем Yves Evloran. На вторую часть лица нанесу BB крем Garnier. И у меня еще на сегодняшний день вот есть такой пробник. Я его только открыла. Это французская марка Le Chardon или Magabou. Это мне дали в подарок в аптеке, когда я покупала крем для тела. Это из серии аптечной косметики. Из натуральных компонентов. Вот не пробовала. Еще попробую. Но это матирующий. И так как я никогда не пробовала матирующий крем, потому что у меня кожа сухая, ну вот хочется его попробовать. Итак, наношу на пальцами, на правую часть лица, лоб оставлю, на правую часть лица наношу Yves Evloran Top Secret. Наношу маленькими такими точечками, сначала распределяю по всему лицу. И потом буду уже дальше наносить пальцами. Вот обратите внимание, думаю, что может быть вам видно. У меня есть немножко, вы видите, такие небольшие пигментные пятна на лице. Вот по идее этот BB крем должен с этими пятнами справиться. И я думаю, вы помните, как наносится любое тональное средство, в том числе и BB крем. Когда мы наносим, мы наносим от центра к внешней части лица. Можно наносить такими слегка как бы вбивающими движениями. И тогда слой тонального средства BB крема получится немножко более плотный. А можно просто наносить равномерно пальчиками, распространяя по всему лицу. И тогда вы будете получать более тонкий слой. И что очень важно, когда вы наносите BB крем или какое-то тональное средство, очень важно хорошо наносить возле края, роста волос, возле ушей, чтобы не получать, знаете, такой эффект какой-то маски на лице. Потому что вот при неудачном нанесении мейкапа иногда можно заметить, что у девочек бывает маска на лице, отдельно лицо и отдельно остальная часть тела. Но вот вы видите сейчас, очень хорошо заметно, что он светлый крем, видите? Сейчас пройдет несколько минут и он подстроится под цвет моей кожи. Прям заметите. Ну и при этом, посмотрите, достаточно хорошо он справился с пигментными вот этими небольшими пятнышками, которые у меня тут есть на лице, да? И, ну, эффект значительно виден. У этого крема очень легкая текстура, очень хорошо, легко наносится. И так как это премиум сегмент, то у премиального сегмента всегда более отдушки дорогие используются в кремах. И всегда запах будет более дорогой и лучший. Так, на левую часть лица наношу гарнир. Тоже сначала распространяю точечно по лицу. И потом уже соединяю все эти точки, наношу на все лицо. Прорабатываю зону возле роста волос. Кончик носа. Тоже у крема гарнир очень нежная, мягкая структура, просто очень нежная. Мне он очень нравится. Для моей сухой кожи это для меня, знаете, как такое мгновенное увлажнение и питание. Я очень люблю этот крем. Вот действительно для меня это находка. И пока я наносила на левую часть лица крем гарнир, что мы видим? Мы видим, что практически правая часть лица, вы видите, уже почти не отличается от левой части. Но все-таки отличия в цвете есть, видите? Отличия в цвете есть. Потому что все-таки оттенки разные. И оттенок поменялся. Оттенок подстроился под мою кожу уже. Но так как немножечко не соответствует цвету моей кожи на сегодняшний день, то я им сейчас не пользуюсь. Я пользуюсь этим биби-кремом, когда цвет моей кожи без загара, когда кожа более светлая. И на верхнюю часть лица, на лоб наношу вот этот пробник, который мне дали. Кстати, вы знаете, очень интересная у этого биби-крема матирующего. У него очень интересная структура. Он очень такой прям легкий-легкий воздушный. Сейчас я его наношу на лоб. И он прям, слушайте, он прям вообще моментально впитывается. Просто моментально. В отличие от моих увлажняющих. Ну вот разница матирующих-увлажняющих, она, конечно, разная. Разное действие этих кремов, и это видно. И посмотрите, как сразу изменился цвет моего лица со всеми. Пусть даже и разные эти тональные средства. Сейчас немножко добавлю помады. И что хочу сказать попутно по поводу биби-кремов, о которых мы сегодня говорим. Что когда вы выбираете, как правило, цветовая гамма биби-кремов, она состоит максимум из трех оттенков. А бывает, что вообще только один оттенок в линейке. Поэтому, когда вы приходите, вот у меня и один, и второй, это светлый оттенок. Бывает светлый, темный, и между ними средний написан, или натуральный он называется. Пробуйте, подбирайте в зависимости от вашего цвета кожи. Когда приходите в магазин, наносите на внутреннюю часть запястья. И смотрите, как будет соответствовать цвет биби-крема вашей коже, как будет подходить. И, конечно, учитывайте обязательно тип вашей кожи. Дорогие друзья, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. И смотрите следующие видео. В следующем видео мы говорим о том, что такое сиси-кремы, как подобрать сиси-крем, в чем же разница между биби и сиси-кремами. И, как говорят французы, выслушай все советы, но выбери тот, что подходит для тебя. Я вас люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok